МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мы с вами приготовим наше фирменное блюдо – мясо де Париж. В роли мяса – говяжья вырезка. Ее воспитателем и смягчителем характера станет молоток. При помощи него Алена избавит вырезку от жестких волокон. Хорошо отбиваем, чтобы она тоненькая была. Когда площадь мяса увеличится в два раза, можно прекратить экзекуцию и заняться вкусовыми добавками. Соль и перец – это святое. Но первая скрипка в этой партии у карри и хмели-сунели. Пока мясо у нас чуть-чуть примаринуется, мы сделаем другие заготовки. Сладкий перец технолог нарезает соломкой, лук – полукольцами. Мясо мы будем готовить в порционной сковородке. Выкладываем наше мяско. Сверху одеяло из лука и сладкого перца. Овощи нужно посолить и поперчить. Соус будет готовиться на основе майонеза Янта. Это очень легкий майонез. Тут всего 15% жирности. Он прекрасно подходит к этому мясу. Мелко рубленая зелень и тертый куриный желток в сочетании с майонезом дают французский соус под названием Винсан. И сейчас мы польем наше мясо под шубкой. Мясо получится очень нежное с майонезом Янта. А зелень с яичком придаст такую пикантность нашему соусу и мясу. Последний штрих – тертый сыр. Щедро посыпаем так, чтобы корочка у нас получилась красивая. А она получится, ведь в духовке при 200-градусной жире мясу придется пробыть не менее получаса. Подаем мы его с кетчупом Янта. Мясо де Париж готово. Приятного аппетита! Употребление мяса в среднем возрасте как минимум дважды в неделю помогает поддерживать независимость и активность в старости. К такому выводу пришли японские ученые. Поверим им и поедим от души. Для приготовления мяса де Париж возьмите 200 граммов говяжьей вырезки, по 80 граммов лука и сладкого перца, 70 сыра, кмели-сунели, карри, перец и соль по вкусу. Кетчуп шашлычный от Янты – 1 столовая ложка. Для соуса Винсан понадобится 2 столовые ложки майонеза легкий от Янты жирностью 15%. 15 граммов зелени петрушки и укропа, желток одного яйца. Партнер рубрики – компания Янта. Янта – есть вкусно!